шаббат шалом дорогие ребята сегодня с вами давид и вся наша команда каждый шаббат мы с вами в эфире чтобы вместе изучать библию делать поделки учить иврит и во всем этом прославлять нашего всевышнего бога давайте с вами помолимся дорогой наш господь мы благодарны тебе за возможность вместе собираться и прославлять тебя спасибо тебе за этот прекрасный день субботу день покоя и радости шаббат шалом дорогие ребята и с вами тимофей я очень рад разве и быть вместе с вами в этот шаббат сегодня мы с вами продолжаем путешествовать по библии и вернемся древний мир вы страну египет где совсем недавно мы остановились на иосифа который встретил после долгой разлуки со своим отцом иаковым и весь израильский народ пришел жить в египет жили они хорошо но время шло правителем египта стал новый фараон который не любил израильтян он боялся что израильтяне начнут войну против египтян поэтому фараон стан давать им очень тяжелую работу он думал что тяжелой работой израильтян не начнут болеть и умирать но чем больше работали израильтяне тем больше их становилось затем злой фараон приказал чтобы всех маленьких еврейских мальчиков убивали бросая в реку нил жила в египте на семья в которой родился мальчик родители так прятали его что никто не знал о нем но он рос и его могли увидеть другие люди он был в опасность мои папа этого мальчика очень верили богу и в силах спасти этого чудесного малыша тогда мама этого малыша взяла тростник и спила из него небольшую корзинку потом смазала ее смолой чтобы вода не протекала внутрь постелила на дно корзинки небольшую мягкую пеленку и пол и положила туда своего малыша вся семья молилась у корзинки они просили чтобы бог оберегал маленького мальчика от всего плохого мама взяла корзинку и пошла вместе со своей дочкой мир мир ям к реке опустила корзинку в речку и ушла домой а старшая сестра малыша мир ям осталась на речке она спряталась и наблюдал за малышом скоро на берегу и реки появилась дочь фараона вместе со своими служанками принцесса пришла покупаться в реке и зайдя в воду увидела корзинку с малышом она попросила служанок достать корзинку из раки и взяла корзинку в руки она увидела что там лежит маленький мальчик маленькие еврейский мальчик дочери фараона малыш очень понравился бедный малыш как же ты сюда попал ты наверное очень голодный это что же нам делать в это время мир ям выбежала из камыша и сказала госпожа здравствуйте я вижу вам нужна помощь я могу найти вам кормиль всю для малыша она сможет ухаживать за ним конечно я буду рада если найдется женщина которая сможет ухаживать за ним а когда он попросит я заберу его во дворец мальчик был в безопасности мир ям побежал домой очень быстро мама мама закачала она дочь фараона ищет кормилицу для малыша скорее пойдем малыша принцесса назвал моисеем или маша потому что нашла его в речке об этой истории вам вам рассказана рассказывает книга шмот или исход 3 глава и вырос младенец и она привела его к дочери фараоновой и он был у нее вместо сына и навлекла ему имя моисей потому что говорила она я из воды вынула его дорогие ребята знаете бог всегда с нами как был с маленьким маша бог в каждой дне в каждой минуте и секунде заботился о нас вы в салме 31 давид говорит ты покров май давайте друзья всегда будем благодарить нашему господу за его любовь и за то что он охраняет нас шаббат шалом и до скорой встречи в эфире дорогие ребята сегодня мы послушаем замечательный рассказ о маленьком мальчике который верил в защиту бога рассказ называется вальтер и волки вальтер был необычайно взволнован его отец собирался отправиться в поход и только что сказал что он хочет взять его с собой вальтер очень любил отправляться с отцом в путешествие но чтобы на целую неделю в это даже трудно было поверить более того они будут спать в палатке представляете и готовить еду на костре следующие несколько дней ушли на подготовку палатки и спальных мешков нужно было уложить все необходимое котелок миски топор фонарь и прочее по мере того как купе вещей в гараже росла вальтеру все труднее и труднее было сдерживать свое возбуждение он отправится в поход в горы да еще и с отцом наконец долгожданный день настал группа состояла из четырех человек отца двух его друзей и вальтера часть вещей они уложили в багажник машины остальные вещи привязали сверху чтобы было удобней добравшись до гор они последовали по извилистой дороге проходивший через живописные леса все выше и выше пока наконец не забрались так высоко что верхушки самых высоких деревьев оказались внизу когда они смотрели вниз их взором открывались живописные картины лесов озер и рек находившихся на большом расстоянии от них и вот они достигли прекрасного озера раскинувшегося меж высоких гор отец сказал что это именно то место куда они стремились но самое лучшее место для стоянки располагалась на другом берегу озера они заехали так далеко как только было возможно выгрузили вещи и начали обустраиваться вскоре они поставили палатку и развели костер на котором предстояло приготовить ужин вальтер был таком восторге так все было необычно и чудесно он никогда не видел ничего подобного тихая гладь озера солнце садившиеся за громадные вершины гор отдаленные трики диких зверей вальтер спросил отца что это за звери похоже на лай собак но отец отвечал ему это волки здесь высоко в горах их очень много но они не потревожат нас не беспокойся они находятся далеко от этого места вальтер старался не думать о волках но мало-помалу его начало одолевать любопытство возможно недалеко подумал он когда в ту ночь лег спать а ведь они могут подойти ближе но рядом с ним в палатке был отец и два его друга стоит ли мне беспокоиться подумал вальтер с этой мыслью он и уснул на следующее утро все встали рано и отправились вдоль покрытого лесом берега озера какое это было просто замечательное время никогда прежде вальтер не чувствовал себя таким счастливым он мечтал о том чтобы всю жизнь провести здесь горах ну конечно же это было невозможно и вот настал тот день когда нужно было собираться и покидать озеро они начали собирать палатку а вскоре все вещи были упакованы тогда отец с друзьями уложили рюкзаки и понесли их к машине вальтер шел рядом с ними вдруг отец остановился и сказал зачем же нам нести все это вокруг озера не лучше же не пройти нам по заболоченной местности хотя для вальтера здесь будет слишком глубоко давайте мы втроем пойдем напрямик подготовим машину а вальтер тем временем обойдет заболоченную местность и встретиться с нами на том берегу договорились вальтер подумал немного и сказал конечно я буду там даже быстрее чем вы ответил он мужчины конечно рассмеялись понимая что вряд ли ему это удастся но они договорились и отправились в путь наконец-то вальтер собрался и тоже отправился в путь его дорога пролегала через безлюдную местность конечно он не возражал против того чтобы остаться одному но ему понравился тот этот звук вой волков почему-то на этот раз казалось раздавался он намного ближе чем раньше сначала вальтер не придавали этому значения но затем он начал прибавлять скорость и полные решимости первым добраться до машины прокладывал свой путь он шел и карабкаясь по огромным камням он добрался до конца озера и начал огибать его как вдруг увидел нечто такое от чего кровь в жилах застыла по склону горы в его сторону бежала стая волков их было целых 17 как вальтер не был бы напуган он успел их засчитать они были крупными от одного их вида у вальтера замерло сердце поблизости не было никого и он увидел что близ него находился огромный валун и вальтер попытался вскарабкаться на него и в надежде затаиться там но ему никак не удавалось за что-нибудь зацепиться и он снова и снова сползал вниз тем временем волки приближались трудно сказать преследовали они вальтера или нет но он был уверен в том что волки гнались именно за ним тогда он закрыл глаза и взмолился господу он сказал дорогой господь пусть волки не причинят мне вреда пожалуйста пусть они уйдут теперь стая волков было в трех метрах от него холодный взгляд волчий класс наполнил его душу и он просто был охвачен ужасом затем произошло нечто удивительное неожиданно рассказывал мне позже вальтер волки развернулись и бросились обратно в горы что заставило их отступить может быть они увидели сияние исходившись от моего ангела-хранителя никто не знал на это ответ не стану этого отрицать ответил я после того как волки убежали вальтер продолжил свой путь вскоре он был у машины где опять с друзьями с беспокойством ожидали его почему тебя так долго не было спросили они где ты задержался тогда вальтер рассказал что с ним произошло еще во время услышал мою молитву сказал он шалом хаварим как классно снова быть вместе с вами и мы продолжаем изучение иврита это значит что тебе нужно взять свою тетрадку найти ручку и записывать итак мы с тобой выучили уже четыре буквы давай их вспомним буква алиф буква бет буква гимель и буква далит и сегодня мы выучим еще две буквы они очень легко пишутся буква гей и буква лав это прописной вариант печатный мало отличается хэй вав и звуки которые они дают хэй естественно дает звук гортанный х почти непроизносимый и в конце слова часто она дает звук а вав имеет звук естественно в но также имеет звук двух гласных о если она пишется с точечкой наверху и у если пишется с точечкой сбоку шесть букв алфавита алиф бет гимель далит хэй вав когда пишешь обязательно проговаривай их вслух попробуем прочитать буква вот далит буква вав и снова далит здесь у нас точечка наверху соответственно у нас будет звук о но читаем дод и очень похожее слово читаем по буквам далит вав далит и новая буква хэй как же это прочитать читаем так же и в конце хэй дает звук а поставлю такую точечку значок который значит звук а читаем дода несложно догадаться что это у нас тетя и давайте еще одно слово на сегодня пробуем прочитать первая буква алиф вторая гимель далит и хэй как же это прочитать тут будет звук а тут звук г и огласовка а и здесь тоже звук ды огласовка а соответственно это будет агадам и переводится как сказка значит дома открываешь свою тетрадку пишешь несколько раз буквы слова и обязательно проговариваешь слух далит вав далит читаешь дод далит вав далит хэй дода алиф гимель далит хэй ага да и так пока не запомнишь эти буквы и так перейдем к практической части иврита будем учиться задавать вопросы давайте поздороваемся шалом так мы можем и поздороваться и попрощаться как же спросить как тебя зовут у нас есть два варианта и они отличаются к мальчикам и к девочкам у мальчикам будет спрашивать ми-ата у девочек ми-ат и ответ они то есть я и называем свое имя значит машу мы как спросим правильно ми-ат а диму мы спросим ми-ата второй вариант к мальчикам ма шимха к девочкам ма шмех также переводится как тебя зовут или как твое имя но отвечаем по-другому шми то есть мое имя и говорим ответ давайте потренируемся если у нас вероника мы будем задавать вопрос ма шмех если у нас илья мы будем спрашивать ма шимха и как же спросить как у тебя дела тоже будет два варианта манишма дословно что слышно или махадаш что нового здесь мы одинаково задаем вопрос и мальчику и девочке манишма или махадаш и пять вариантов ответов естественно любимый наш ответ бесседер в порядке все в порядке то в то в это хорошо ра плохо здесь мы не будем его использовать мэтсуян отлично йофи прекрасно и так обязательно нужно вам потренироваться дома переписать это все в тетрадь и выучить на следующий урок все до новых встреч лет раот всем привет ребята сегодня мы будем делать подделку маленького моисея который который плыл по реке нил для этого нам понадобится голубой картон желтый картон зеленая бумага маркеры простой карандаш какая-нибудь иголочка черная ручка клей нитки и по желанию вот такие вот какие-нибудь веточки для начала берем голубой картон и нам сейчас понадобится желтый чтобы вырезать вот такой вот берег у меня он уже вырезан так что я его просто беру и приклеиваю мы нам нужен либо белый картон и разрисовать его коричневым холомастером либо уже взять коричневый картон я взяла просто белый картон разрисовала его маркером у меня получилось вот такая вот корзинка я нарисовала там маленького моисея вы можете как хотите можете нарисовать можете нет сейчас я хочу добавить в мой песок вот такие вот штучки тоже вырезки из картона чтобы берег у нас стал более фактурным дальше нам нужно взять нашу иголочку и где-то на вот таком вот уровне где-то вот тут вот проткнуть наш лист с двух сторон теперь мы берем нашего моисея и с другой стороны нам нужно к нему приклеить нитку нитки мы должны отмотать так чтобы оставалось еще вложим его вот так вот эту нитку на корзинку и намазываем на него клей и теперь просто где у нас лежит эта нитка мы вот так вот приклеиваем этот листик и второй конец тоже продеваем через вторую дырочку и второй конец тоже продеваем через вторую дырочку и теперь с другой стороны переворачиваем наш листик переворачиваем наш листик и с другой стороны мы завязываем на два узелка теперь когда мы завязали мы и обрезаем концы чтобы они не были такими длинными и теперь мы можем взять наш зеленый картон ой бумагу и нарезать вот такими вот листиками можно сказать чтобы задекорировать чтобы у нас было более красивое и у нас не было пустого берега я уже наклеила последнюю и вроде бы у нас что-то красивое получилось сейчас у меня есть еще вот такие вот цветочки и я хочу их тоже сейчас наклеить чтобы было покрасивее так как они вот такие вот не очень ровные я их приклеиваю на двухсторонний скотч потому что он на клей они не клеятся ну вот в принципе у нас получилась вот такая вот поделка сейчас вот мы тянем за ниточку и таким образом у нас как бы маленький моисей двигается по своей и уборке вот такая вот поделка у нас получилась делайте свои подделки отправляйте нам фото этих подделок в вайбер мы будем ждать шаба шалом ребята и это с вами опять Эмиль с нашей всеми любимой викториной и сегодня пятый день шестинедельной сладкой викторины к финише приближаются два победителя интересно кто же получит большой сладкий подарок безумно интересно но пока надо ответить на вопросы чтобы выиграть этот подарок поэтому наши вопросы первый вопрос как называлась река Египте нил дон обе второй вопрос из чего была сплетена корзинка для малыша скамыша тростника или виноградной лозы третий вопрос кто нашел корзинку в тростнике мирьям кормилица или дочь фараона и четвертый последний вопрос как назвали малыша маше взятый из воды цифане или защищенный богом или шлома что значит мир ну все ребята на этом викторина наша закончилась если тебе понравился наш выпуск то ставь ему лайк и не забывай писать ответы в комментариях чтобы выиграть сладкий подарок а он там очень большой ну все пока давайте ребята дружить и не расставаться с вами учить вместе с нами иврит отвечать на викторину делать поделку ждем ваших комментариев ждем ваших фото поделок в группу вайбер и так же с нетерпением ждем следующей встречи следующий шаббат шаббат шалом а 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 Субтитры подогнал «Симон»